В отделе досуговой деятельности Лира прошёл городской мастер-класс для педагогов по глинотерапии. Его организовали специалисты детского сада «Сказка» в рамках реализации проекта «Искусство на кончиках пальцев». Он стал победителем в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Родные города». Для педагогов дошкольных учреждений это занятие необычное. Сегодня они пробуют себя в роли настоящих мастеров гончарного дела. Узнав об особенностях древнейшего ремесла и различных видах глины, переходят к знакомству с уникальными свойствами этого природного материала. Согревают в руках, разминают и придают форму. Пластичная у вас глина. Всё. А теперь давайте мы её попробуем. Сделайте с неё жгутик какой-нибудь. Одна из основных особенностей глины – это сочетание податливости и жёсткости. Чтобы создать что-то из природного материала, необходимо приложить усилия. В руках участников жгутики превращаются в змеек, улиток и черепах. У каждого своя черепаха. Вроде бы лепим одно и то же, а видите, у всех разные. У каждого своё воображение. Занятия глинотерапией требуют терпения, усидчивости и трудолюбия. Это те качества, которые развиваются в процессе занятий прикладным творчеством. Берём глину, делаем опять же комок, хорошо его вымешиваем. И самое главное в этой глине – хорошо его помешать, потому что когда будет сохнуть, он может дать трещину. Ручной, комбинированный, рельефный способов лепки из глины множество. Такие занятия помогают развить мелкую моторику, сенсорные ощущения, фантазию и творчество. Формируют коммуникативные навыки и эстетический вкус. А ещё это хороший способ расслабиться. Глина учит контролировать свои эмоции, помогает ощутить гармонию с собой и окружающим миром. Действие интересно. А детям как нравится? Детям очень нравится, да. С глиной работать мне сначала было сложно, в связи с тем, что она была твёрдая, надо было её сильно размягчить. Из серого цвета у меня получилась кружка, конечно же. Огромное получило удовольствие. Хочу поблагодарить за данный проект и организаторов сегодняшнего мероприятия снятие стресса, в рабочий день особенно, вообще прекрасно, в обеденный перерыв. Очень интересна техника изготовления, какие ощущения, как в детстве, в принципе, можно было что-то из песка слепить или что-то, но тут чуть-чуть немножечко другое. Ощущение отдыха, это очень хорошее чувство вызвало лепка из глины. Ну, будем дальше пробовать, что ещё получится. Елена Кабалуева – педагог-логопед детского сада «Солнышко». Раньше ей приходилось работать с пластилином и массой для лепки. Теперь познакомилась и с этим природным материалом. Ощущения, признаётся, совсем другие. Сначала, конечно, такое ощущение грязных рук. Боже, что это, это как-то всё непонятно. А потом уже втягиваешься, и так интересно получается. Сначала отставала, вроде уже люди черепаху лепят из улитки, а я ещё змейку сделать не могу. Но потом как-то вошла в раж, стало получаться здорово. Именно сегодня мы хотим раскрыть те хитрости использования глины с детьми. Показать педагогам, какие способы лепки вообще существуют, как можно в коррекционной работе использовать глину. Арт-терапия, глинотерапия, тонфельдтерапия – все эти элементы. Мы сегодня постараемся раскрыть педагогам дошкольных учреждений. Тонфельдтерапия – это методика психоанализа. Во время работы с глиной устанавливается связь сознательного с бессознательным. Это помогает понять и проработать главную проблему человека на данный момент. В переводе с немецкого языка тонфельд обозначает глиняное поле. Мы сейчас с вами погружаемся вот в это поле, опускаем руки, жмем глину, опускаем, жмем ее и выравниваем. Вот сделайте, чтобы из этого всего у вас получилось поле. Подобно тому, как человек совершает свои путешествия по жизни, руки исследуют пространство глиняного поля, взаимодействует с природным материалом, рассказывая свою историю и тем самым высвобождая жизненный творческий потенциал. Вы создаёте, что происходит, проговариваете. Когда вы двигаетесь, мир, в котором вы двигаетесь, тоже двигается. Глиняное поле способствует релаксации, наполнению энергии и раскрытию собственных ресурсов. Такая терапия не требует специальных навыков и отлично справляется с различными эмоциональными трудностями – страхами, тревожностью, застенчивостью или агрессией. Сегодня педагоги узнали, как можно использовать глину в работе с детьми и испытали целительный эффект на себе. К слову, городской мастер-класс по глинотерапии реализовали на грантовые средства. Проект детского сада «Сказка. Искусство на кончиках пальцев» поддержан родными городами. Программа из социальных инвестиций «Газпромнефти». Наталья Матюшкина, Антон Иванов. Новости Муравленко.